В Баиндаевском районе проживают люди разных национальностей. Буряты, русские, белорусы, татары. Основой духовной культуры общества всегда была и есть любовь к родному краю, знание его истории и культуры. В настоящее время существует необходимость воспитания в людях умения жить в мире и согласия с другими людьми и другими народами. Вопрос сохранения национальной самобытности, укрепления культурных связей между народами чрезвычайно актуален в наше время. Население нашего района мало знает культуру и традиции соседствующих народов. Вследствие этого могут возникнуть межнациональные непонимания. Нам нужно расширить взаимодействие национальных культур и содействовать гармонизации отношений между народами. На сегодняшний день осталось мало людей, знающих традиции и обычаи своего народа. Главной задачей является вовлечение населения, в том числе детей и молодежи, в мероприятия знакомства их с национальными традициями разных культур Баиндаевского района Иркутской области. Отечество нам сладок, запах дыма, родной души незримая краса, народов наших дружба нерушима, как наши земли, наши небеса. За руки возьмемся, встанем в круг, каждый человек человеку друг. Мы будем в мире, в дружбе жить и нашей дружбой крепкой дорожить. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости! Мы приветствуем вас на районном межнациональном фестивале «Калейдоскоп культур» среди муниципальных образований Баиндаевского района. Фестиваль проводится в рамках регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических, межрелигиозных отношений. Баиндаевский район отличается своей колоритной межнациональной культурой, на территории которой проживают буряты, русские, татары, белорусы и представители других национальностей. И многие, многие годы мы живем дружно, растим хлеб, воспитываем детей, приумножая славу великой России. Мы начинаем фестиваль «Калейдоскоп культур». В рамках фестиваля проходит три конкурса. Конкурс вокальных фольклорных коллективов, выставка декоративно-прикладного творчества, вокальный конкурс «Голос. Дети». Культура — это то, что оправдывает существование народа и нации. Это святыня нации, которую он собирает и сохраняет. Сегодня мы познакомимся с новыми, интересными программами, которые подготовили творческие люди Баиндаевского района. Фестиваль мы начинаем с конкурса «Голос. Дети». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. В последнее время я увлеклась фоамираном. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот эти все ёлочные игрушки я выполняла недавно. Они изготовлены из фоамирана. Вот такие очень интересные и красивые игрушки получились. А здесь у меня представлены символы предстоящего Нового года. Вот такие забавные коровки. Но грамоты, конечно, получены были не только мной, но и моими воспитанниками. И я считаю, что мои воспитанники вырастут хорошими людьми, потому что они приобщаются к прекрасному и вырастут настоящими гражданами нашей великой страны. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день. Меня зовут Нурия. Вот уже несколько лет моим увлечением является вышивка крестом. Почему именно этот вид рукоделия? Во-первых, вышивка – это творческий характер, процесс создания красоты, которая рождается на твоих глазах. Во-вторых, это чувство радости после того, как работа выполнена. В-третьих, вышивка носит успокаивающий характер, ведь не случайно это самый древний вид рукоделия. Вышивкой активно занимались наши бабушки, прабабушки. Во-первых, это потому что цветотерапия. В схемах используются различные оттенки цветов. Это и тактильное восприятие, потому что ты работаешь с нитью. Нити бывают шерстяные, акриловые, мулиные и отличаются своим тактильным восприятием. Немного хотелось рассказать о своих работах. На первую самую большую работу меня вдохновило посещение мечети Кул-Шариф в Казани. После приезда я решила зафиксировать свои впечатления в виде вышивки. Так появился набор от Риолис Кул-Шариф. Размер этой работы 40 на 40 см. Она выполнена шерстяными нитками. И на этот процесс у меня ушло 2 года. Вторая моя работа это Тигренок от той же фирмы Риолис. В дальнейшем он будет оформлен в детскую подушку. Третья работа, тот же самый Риолис, вышивка Гармония. Эту вышивку я выполняла к празднику День семьи, любви и верности. Следующая работа это Ангелы от фирмы Дименшенс, почти идеальны. И последняя моя работа это Летний букет по схеме Светланы Вавиловой. Я всем желаю творческих успехов, вдохновения. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Алевтина Николаевна. Я хочу сказать несколько слов о своем хобби. Мое хобби это вышивка крестом. Это очень удивительная и увлекательная работа. Свои работы я начала выполнять в 1992 году. В то время не было такого огромного выбора, как сейчас. Поэтому я свои работы выполняла на мешковине. Нитки мулиные мы заказывали по почте или в город. На шерстяные нитки мы распускали связанные вещи. В процессе выполнения своей работы я получаю эмоциональное удовольствие. Я счастлива, что мои работы приносят радость окружающим. Продолжение следует... И следующий наш конкурс Выступление наших фольклорных коллективов. Встречаем наших участников. Встречаем наших фольклорных коллектив. Продолжение следует... Ходжи лордори, кури тиболори, хури гордори, маври болори. Хобутекол гуштема, масхатекол баима, арадагата, хобутеколори. Харюхан шариде, басаде болори, ажададори, басаде болори, адомалар, холон болори. Харюхан шариде, басаде болори, ажададори, басаде болори. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы с тобою вдвоем, только ты, только я. Ты единственный мой, родная моя. Горя-горюшка ветрами унесло. И увидим мы с тобою над рекой, как над судьбою, Наше счастье, будто солнышко взошло. А над рекой, как над судьбою, Наше счастье, будто солнышко взошло. А над речной туман, а на сердце рассвет, И дороже тебя, никого в мире нет. Мы с тобою вдвоем, только ты, только я. Ты единственный мой, ты родная моя. Ты единственный мой, ты родная моя. Калина, грустная такая, Звонила ветки над ручьем. Я стала для тебя чужая. Любовь осталась ни при чем. А для тебя, как над ручьем. Ты единственный мой, ты родная моя. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Традиционная культура – это многовековой, концентрированный опыт народа, материализованный в предметах искусства, труда и быта. Это традиции, обряды, обычаи, верования. Это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, ее уникальность, ее социальную и духовную особенность. В дальнейшем нам нужно расширить взаимодействие национальных культур и содействовать гармонизации отношений между народами. Наш фестиваль «Калейдоскоп культур» мы планируем сделать традиционным. Спасибо за внимание!